Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, продолжаем играть Луны Тюнес. Сегодня у нас было новенькое обновление, не знаю в чем оно заключается, но я надеюсь был исправлен баг по поводу ящиков. Хотелось бы по крайней мере мне в это верить. Ну что же, давайте собирать все, что у нас здесь насобирали наши персонажи за наше отсутствие. О, довольно неплохо все получается. Давайте вскроем еще сундучок и глянем, что нам из него выпадет. А выпадает нам с него деньги, опыт и очень много всякого лута. Ну что же, хорошо Сильвестр, давай иди сюда. Тоже неплохо прибавочки ты нам дал в луте. Давайте у всех все заберем. Ну а потом будем расставлять задания уже. Смотрите, ребята, кстати, что я вам хотел сказать. Посмотрите, мы с вами можем что-то или кого-то улучшить. Но знаете что я думаю? Мы, наверное, все-таки с вами лучше сделаем какое-нибудь здание. И это у нас есть, смотрите, есть лесное и есть городок. Давайте в городке что-нибудь улучшим. Так, и я думаю, что это будет, естественно, Пигги. Да, сделаем ему, смотрите, фиолетовая какая-то кукуруза будет нам доступна. Это хорошо. Ух ты, даже еще можем кого-то сделать. Ребята, вот уже в лесу. И это будет у нас домик Бакса. Потом, значит, домик Даффи. И хижина Элмора. Я, наверное, думаю, что мы сделаем... Даже не знаю. Давайте мы вот этот сделаем. Лагерь скаутов. Да, я думаю, это будет нужное нам вложение. Как раз, смотрите, тут лут неплохой довольно будет искаться. Так что, надеюсь, мы не пожалеем. Забираем все награды, что мы получили. И у нас сколько алмазиков сейчас нам покажут? Полную сумму 30. Этого, честно говоря, маловато нам. Так, а тут-то что у нас такое? Забираем, естественно. Ух ты! Ну, уже 54 карточки Койота мы набрали. Он, чувствую, уже не за горами. Ну что ж, давайте зададим Сильвестру бросать лассо. Пускай он идет. Следующий у нас персонаж будет. Это, наверное, еще один Сильвестр. Пускай он идет, собирает дровишки. Отлично! Так, Элмора отправим на сезон охоты. Пускай идет у нас. Так, конечно же, конечно же, наш Фогарн. Как же нам без него? Пускай он идет. Так, отлично. Ну и давайте тогда еще Даффи дадим задание. Слушайте, а у нас еще, ребята, 5 очков есть. И нам нужно их потратить. Так, где-то у меня здесь Пипе. Вот он. Ходит, наслаждается жизнью. Давай-ка, делай-ка задание. И Пигги. Кстати. Ух ты! Мы же можем, елки-палки, третьего уровня уже давать задание. Что ж я так лопухнулся-то, а? Ребят, ну как же так? А, ну надо было посмотреть мне. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так ошибочка моя. Давайте назначать с вами сундучок. Вот сюда. Кстати, смотрите. А, нет. Тут еще у нас почему-то не истекло, к сожалению, время. Непонятно почему. Так, назначаем охрану. И... Смотрите внимательно. Открыть. Ну, давай, откроем. Смотрите-ка, открылся. Елки-палки. Действительно открылся. Так, деньги, опыт, кирпич, магнит, катушка. Хм. И у нас еще защитники получают призы. Так, это у нас все в денежном эквиваленте. И здесь два ведра. С водой. А может быть с молоком. Хе-хе, непонятно. Так, что ж, я очень-очень этому рад, ребята. Мы с вами идем спокойненько воевать на арену. Так, опа-на. Этот сундук у нас такой был. Я, честно говоря, не припомню. Но я думаю, что стоит сходить и повоевать. А что так мало? 625. Раньше были вроде бы такие. По 5, по 6 тысяч. А сейчас всего 625. Ну, ладно. Давайте выбираем Сильвестера. Выбираем Фогорна. Возьмем, естественно, нашу свинку. И будет это Элмор у нас. Да. Смотрите, насколько я его превышаю. А, ну правильно, ребят. Смотрите, у него 4, 3, 4 и 5 уровень. Хе. Сейчас мы их... О, смотрите, здесь уже по-другому фон сделан. Так, сезон Рабита. Сезон, получается, Зайца у нас. Понятно. Так, ну что же, ребята, давайте начнем с Сильвестра, естественно. Чингаджгук ты наш. Ну, тогда получи. А почему 85? Так мало дает атаки. Раньше же он вроде настолько сильно бил. Минус 29. Слушайте, да, ребята, действительно, они здесь переделали, как вам сказать, тактику боя. Не тактику даже боя, а урон. Это, знаете, мне напоминает, как в свое время в Хастл Кастл. У нас в начале были там по 5, 6, 10 тысяч мощей, а сейчас тысяча. Это уже что-то. Да? На самом деле переиграли они это все дело. Ну что же, это уже даже и хорошо. Не надо такие заоблачные суммы там прикидывать. Так, ну что ты, пес? Получи плеткой. Даже как-то мне немножко непривычно. Я смотрю, 24. Для меня, кажется, это так мало после того, что раньше было. Ну, получи, Скунс. Так, отлично. Ну, я думаю, ребят, все-таки они должны исправить баг с сундуками. Все-таки было обновление. И я надеюсь, все будет тут хорошо. Мы с вами сейчас, в принципе... Ой, что я сделал? Я хотел же ударить. Ёлки-ты-палки. Ну, да ладно, не беда. Элмор свое дело сделает. Да-да-да, Фогран. Тебе пора отдыхать. И мы получаем 3 звезды. Получаем 3 карточки. Да, конечно же, и 2 гидранта мы взяли. И, конечно же, сундук. Ну, точнее, сейф. Так, мы его сейчас с вами... Ух ты, мы можем его открыть здесь. Естественно, за один-то кристалл. Грех не открыть, ребята. Посмотрим. Ну, и, соответственно, лут здесь будет ничтожный. 51 монетка. Ух ты, 5 гидрантов. Это уже хорошо. Так. Не успел я прочитать. Так, ладно. Главное, что у нас есть 3 карточки. И мы с вами будем крутить. Естественно, будем раскручивать, как обычно, ферму. Нам нужны новые персонажи. Именно с фермы. Ага. Псина у нас прибавилась. Кто следующий? Опять он. Ага. Ладно, Геральт. И еще разок крутим. Ну, почему? Ну, почему не на золотую монетку? Опа. Ребята, у нас... Я не понял, этот пес у нас есть или нет? Сейчас мы с вами глянем. Или мы можем его просто улучшить. Так, давайте глядеть. Да, ребят, мы можем его улучшить. И, естественно, мы это будем делать. Повышать его в ранге. Конечно же, в ранге. Бернард, радуйся. Ты меня веселишь. И давайте, наверное, его немножечко, ребят, прокачаем. Хотя бы до... Какого он там у нас? До 10 уровня это обязательно бы желательно, да? Так, это уже пятый. Хватит у нас пробирок-то на 10 уровень-то. Я что-то как-то, честно говоря, сомневаюсь маленько. Ну, сейчас посмотрим. Уже 8. Так. Вот эти вот маленькие пробирочки. Почему все время надо на них нажимать? Неужели нельзя вот так нажал там разок? И пускай она тянется до времени, да? Да, ребят, до 10 уровня, я думаю, мы сейчас с вами прокачаем. Да, у нас как раз хватит этих баночек. Даже, наверное, хватит и больше. Да, хватит. Ну, я думаю, не будем делать. Принимаем. Все, ему хватит. И 10 левла. Отлично. Все. Так, ну что же, давайте продолжать с вами играть. И задание заберем. Так, у меня уже 70 кристаллов. Отлично. И идем дальше с вами на арену. Посмотрим, кто у нас здесь есть. Так. Ну-ну-ну-ну-ну. Что-нибудь такого новенького, да? Ничего не видите, ребята? Я вижу, что вот почему-то Банни стал синим. Хорошо, давайте вот этих вот, наверное, разберем. И возьмем Банк Леса. Так, давайте возьмем Сильвестера с вами. Возьмем Бойскаута Фогрена. И нашего хила Свинюшку. Ладно, поехали. Так, что-то тут они изменили. Баланс какой-то, я смотрю. Теперь танки и хиллеры что-то лучше помогают. Вот, также мы улучшили уровень. Что-то, короче, в этом роде. Две свиньи. Не жирно ли вам здесь будет, а, ребята? Вот, это другой разговор. Минус 78. И давайте его добьем нашим, извините меня, Бойскаутам. Отлично. Так, давайте добивать дальше вот эту свинку. Получи, малыш. Так, надо Фогрена, кстати, сделать в танка. Да, пускай у нас будет с провокацией. Все пускай идут на него. Что ты там подхиляешь? Да, вот как бы не так. Как бы не так, родной. На-ка, порки, получи кнутом. И еще по башке дубиной. Вот так-то, чего не нравится? И еще разок дубиной. Да, два сильвестра, это, конечно, сила. Так, ну, вот так вот всыпали 54. Подхиливаться нам нет смысла, ребят, так что просто бьем. Так, значит, здесь Пепе что-то завыделывался. Я не знаю, что он тут выделывается. Но, видимо, хочет получить от Сильвестра кнутом. Отлично. И, наверное, мы его добиваем дубинкой. Получится? Да-да, получается. Все отлично. Выигрываем. Получаем три звезды. Ну. Отлично. Все. Сундуки у нас работают. Ничего не зависает. Давайте, наверное, мы с вами этот откроем уже так. За кристаллой. Ну. И. Так. Деньги, опыт, ведро и наковальня. Что ж, довольно неплохо. И, к тому же, мы получаем три конвертика. Но я знаете, что сделаю, ребят, сейчас? Я не буду их, наверное, сразу же сейчас тратить. А мы сейчас с вами еще раз сходим на арену. Выберем. Давайте вот этот вот. Ух ты. Вот этот сундук мы с вами выберем. И возьмем. Давайте возьмем Бернарда. Посмотрим, что он из себя представляет. Сильвестра. И еще одного Сильвестра. Потому что свинка нам пока не нужна. Мы смотрим, что без подхила справляемся вполне. Так что будем атаковать такой компашкой. Так. Что-то там они улучшили, кстати, дроп. Ну. То бишь, выпадение. Шанс выпадения предметов. Давайте. Вот так. Ну что, Фрэнки. Здорово. Братишка. На-ка. 63. Довольно неплохо. И, наверное, я думаю, бойскаут у меня его добьет. Хотя вряд ли. Он довольно жирный, мощный. Бабуля, ты че? Ух ты. Смотрите. Какая-то вязанка. Оу. Это что такое, ребят? Смотрите. Какой-то огонек. Ну-ка, получи-ка вязаночкой. Ядрить тебя на корень не добили, а? Хорош, хорош, хорош мучить моего Сильвестра. Так, срочно сделаем Фогорну провокацию. Иначе будет Бобо. Успокойся ты давай уже. Вот этот, конечно, плохо. Он может... Знаете, что сделает, ребята? Динамит. Ну, это массовая атака. И тогда нам будет очень и очень плохо. Надо его как можно быстрее подбить. Это что такое? Бабуля, успокой. Ты что там? Ёлки ты, панки. Ты посмотри, а? Что она сделала? Так, Бернард понизил защиту и атаку охотнику. Он получает порку. Блин, ну, конечно, от бабулечки я такого не ожидал, если честно. Что она может вот именно так делать массовую атаку. На тогда тебе. Смотри-ка, она еще и с дубинкой, а? Ну-ка, вязанкой дров ей по башке. Отлично. И у нас тут остался только лишь Элмор, которого мы быстренько, в принципе, с вами и разберем. Да, ребят, сезон Зайца у нас начался. Это было написано только что на дереве в лесу. Значит, какие-то определенные плюшки будет, наверное, он получать у нас в Баксбане. Или у них так просто называется сезон. Другого у меня ответа нет. Да, жаль, конечно, что мы получаем всего две карточки и не получаем сундука. Блин, а я-то хотел его получить. Ох, как же я хотел получить этот сундучок. Хорошо. А куда делись билеты? А, нет, все нормально, ребят. Пять билетиков, все отлично. Я уже думал, пропали мои билеты. Но не тут-то было. Давайте-ка глянем. Неужели этот сундук исчез? Ребята, он исчез. Ну как же так? Ай, прям нет на меня зла на самого себя. А простоволосился. Ладно, у нас, я помню, зависало на черных сундуках. Поэтому сейчас мы с вами будем пробовать их заработать. Зря. Вот я когда свинью не беру, всегда обязательно проигрываю. Это какая-то, я не знаю, прям карма. Все, теперь я его буду всегда с собой брать. И независимо... Ну что такое, ребят? Ну... Ёлки-палки, я уже думал, зависло. Ух, хорошо прогрузилась. Так, ё-моё, не погорячился ли я тут на трех фогранов напал, а? Койот, что ты там задумался, а? Получи. Минус 76. Смотрите, он довольно вялый. Поэтому, я думаю, у меня Сильвестра его добьет дубинкой. Да, в принципе, так все и выходит. Свинья, что ты будешь делать у меня? Давай бить. Хотел его вначале поставить. А вот фограна надо ставить в провокацию. Да-да-да. Что это? Это что-то такое было? Да хорош, бейсболист. Успокойся. Ёлки-палки. Их тут трое, да? Нет, один какой-то вроде как индейец. Ты смотри, что творит, а? Ну, подшнырик. Хорошо, сейчас тебе мой Сильвестра устроит. А? Как тебе? Смотри, он не дурак. Он тоже делает провокацию. И мы его, естественно, бьём кнутом. Вот так. Тут ещё, кстати, смотрите. Можно уже увеличить скорость, ребята. А так. Вот у нас минус один. Я могу поставить... А, это автобой появился. Ребята, такого раньше не было. Слушайте, это очень даже хорошо. Это даже облегчает. Я могу теперь спокойно пить чай с плюшками, озвучивать. А они будут за меня тут драться. Это замечательно. У меня, по крайней мере, освобождаются руки. Ну, знаете, вот... И смотрите, довольно неплохо бот руководит боем. Довольно неплохо. Даже практически как я. Он заработал мне сундук. Ух, шикарно, ребята. Ещё три билетика мы получили. Ну, теперь посмотрим. Смотрите, всё отлично. Ничего не зависает. Я просто рад. Молодцы программисты, разработчики. Всё наладили, всё настроили. Так держать. Игруха великолепная. Людям нравится. Так что продолжайте в том же духе. Давайте выставлять охрану. Защищаем. Ну что же, наверное, я думаю, что нам пора с вами вскрыть. Да? У нас... Ух, поздравляю нас, ребята. Как тут не поздравить, когда мы получаем с вами 4-й левел. Это же шикарно. И у нас очень много билетиков. 8. Поехали крутить. Так, это ферма у меня. Подождите. А, ферма, ферма. Всё нормально, ребята. Так что давайте будем раскручивать бар... Ну почему? Вот там монетка. Ну вот рядышком же стояла. Ну что ты, ну в самом деле, а? Ну, хорош. Петушок, ну давай. Да что ты, ну в самом деле. Ну специально что ли делаете, а так? Вот-вот только должна пере... А ты! Ну, тут уже подыграно, по-моему, всё. Сделано на ту, а на Иру... Ну, о-о-о! У нас такого, ребята, не было. Поздравляю нас, мы открываем сегодня нового персонажа. И это у нас свинка-фермер, насколько я могу понимать. Это один из трёх братьев, из трёх поросят. Так, скоро у нас Геральт ещё откроется. Ну? А почему не знак вопроса? Интересно, что там под ним, а? Вот это мне очень интересно знать. Ну что же, мы все эти прокрутили. Готов к активации. Да-да, ребят, активируем. Смотрите, как теперь всё стало намного проще. Теперь не надо переходить. Сейчас уже автоматически вам предлагают его активировать. В принципе, что мы и сделали. Да, как я вам говорил, порки фермер. Так, не увиливай. Фермерский инвентарь. Тут ещё какие-то идеальные здоровья. Видать, он тоже подхиливает. Ну, может быть. Я не знаю этого точно. Но, скорее всего, что-то он делает. Так, ну что. У нас с вами, смотрите-ка, открывается новый домик. Это наверняка для порки. Для этого новенького, который мы открыли. Да? Или нет? Или я чего-то путаю? Да-да-да. Именно и он и домик. Вот он. Ферма порки. Ставим. Конечно же, ставим, активируем. Отлично. Так, выполненное задание мы забираем. Получаем ещё 28 кристаллов. Что ж, это чудо. И у нас с вами сундук. Мы его назначаем вот сюда. А что, даже... А, я уже хотел сказать, даже охраны не будет. Дали-дали нам охрану выставить. Вот так мы назначаем. Ну что же, давайте тогда мы с вами, наверное, проведём ещё один бой, да? Потому что... Эх... Ещё один герой у нас, ребята, открылся. Блин, превосходно просто. Я хочу тот золотой сундук. Но почему его больше нету? А это просто какая-то вот... Я не знаю. Давайте мы с вами нападём. Ого, смотрите, какие ребята тут прокачаны. С тремя звёздами. Все от 10 уровня. Да и сам он с 17 левла. Ого, шикарно. Но мы с вами пойдём, наверное... Да я даже не знаю, на кого пойдём-то. Мне неохота. Давайте вот на этого пойдём, а, ребята? Так, хорошо. Всё, в принципе, я его понял. Давайте сделаем так, так. Так. И, естественно, нашего любимого свинку Порки. Так. И сейчас, я думаю, мы должны, должны победить всё-таки. Так, что они тут ещё? Ага, изменили этот. Новая система чего-то там, распоряжения какого-то. Ух ты. Смотрите, у нас сейчас герои, видимо, с одной локи, или как вам сказать, получают какие-то супер-бонусы. Ха-ха. И также Сильвестр получил какой-то бонус. Да, много тут чего, конечно, изменили, ребята. Это хорошо. Они, наверное, вскоре ещё добавят сюда новых персонажей. Потому что я здесь ещё пока, знаете, кого не видел? Тихо-тихо-тихо-тихо. Кролик. А ты смотри, что делает. Да хорош, ну, в самом деле-то уже. Не видел этого. Твити птичку. Помните такую, да? Была у них. О, а почему так мало-то? Ну, почему я так мало отнял у Сильвестра хп? Ну-ка, Фогран, вставай-ка в стойку. Да вот не тут-то было. Хе-хе-хе-хе. Минус 44. Всего-то лишь. Всего лишь 44. А я тебе на 55 ударил. Слушайте, надо его подхиливать, иначе его сейчас мне просто-напросто разберут. Так, давайте вот этого папарацци мы ликвидируем. Он нам здесь не нужен. Так, и кнутом его добьём. На! Шикарно. Так, делаем подхил. Обязательно подхил. Без него нам никуда. Так. Давай, Фогран, мы сейчас... Ах, ты провокацию сделал. Я хотел, думал, добью сейчас. Добил, конечно. Ага. Ну, что ты такое лицо сделал, Элмор, а? Чё тебе не нравится? Не нравится, ну, всё. Взгрустнул, браток. Ладно. Массовый взрыв. Всё, в принципе, понятно. Всё моего Фограна колупает, а? Вы посмотри. Никак не успокоиться. Ну, всё. Элмора мы ликвидировали. Теперь мы ликвидируем Сильвестера-фотографа, папарацци нашего. И остался у нас всего лишь Бакс Бани, который, естественно, потерпел крах. Нет. Нет. Он всё-таки что-то выделается. А, Саня? Ладно. Добиваем кнутом его и делов-то с концами. Да ты смотри, какой жулик, а? Не хочет. Ну, тогда давай мы сделаем так. Что? А? А? Не ожидал. Вот это другой разговор. Так. Мы получаем с вами три звезды. Получаем три карточки. Два ведра с молочком, по ходу дела. И сундук. Ребята, а сундук-то нам, наверное, придётся с вами выкинуть. У меня места-то нет под него. Ха-ха. Вот так облом. Хотя, фу, девять. Всего лишь девять. Да почему? У меня самоцветов хватает. В чём проблема-то? Я не пойму, а? Я никак не пойму, в чём может быть проблема, когда именно девять кристаллов у меня есть. Купить ещё самоцветов? Нет, я не хочу покупать. Вот этого я, конечно, немножко не догоняю. В чём здесь загвоздка всё-таки? Ну, да ладно. Давайте, ребята, крутанём с вами рулеточку. Ферму, естественно, ферму. Потому что тут... О, ах ты, Геральт. А, Гектор. Какой Геральт? Гектор, ёлки-палки. Чё я говорю? Конечно же, Гектор. Так, и последний раз крутим. Опять он. Что ж ты будешь делать? Ну что же, в принципе, нормально. Эти у меня все на заданиях. Они будут выполнять. О, смотрите, у меня было же много кристаллов. Почему я не мог открыть? Ума не приложу. В чём там у них загвоздка. Так, ну что, у меня три сундука активные. Да, ребят, три же сундука активные. Ну-ка, дай-ка гляну. А здесь у нас ещё нету места для сундука? А, нет, есть. Вот, пять часов. Тут тоже пять часов. Здесь тоже все пять часов. Даже пять с лишним. Ну что же, мы получили с вами нового героя. И мы, наверное, с вами встречаемся в следующей серии, когда они выполнят задание. И мы пойдём на поиски ещё какого-нибудь очередного героя. Ну, а на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И до новых скорых встреч, ребята. Всем пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова